МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Меня зовут Галина Титарчук. В эфире программа «Открытый город». Программа переселения из аварийного жилья, ремонт тротуаров и работа городского транспорта. Актуальные в последнее время темы стали предметом разговора чебоксарцев чиновниками в рамках проекта «Открытый город». Активность горожан заметно выросла. Совместными усилиями обеих сторон появляются благоустроенные парки, детские площадки, велодорожки, посвященные улицы. Но проблем остается немало. Жители Ленинского района, самого старого и центрального, просили обратить внимание на состояние тротуаров и пешеходных дорожек в районе. По тротуарам вопрос сложный. Тротуаров очень много, где нет вообще. И много таких тротуаров, которые находятся в ненормативном состоянии. Мы эту проблему знаем. С прошлого года начали решать. В прошлом году уже такие первые серьезные средства были направлены. В этом году также планируем не меньше денежных средств, чем в прошлом году, направить на строительство ремонта тротуаров. Встреча состоялась в школе номер 17. И первый вопрос сразу же о школьном стадионе. Эта территория всегда пользуется популярностью. Здесь всегда много народа. Просим помочь по реконструкции стадиона. Потому что мы там убрали, как говорится, все железные гаражи. И планировалось там сделать помещение, чтобы раздевалка была для лыжников. И это были для спортивных игр, настольных игр, шашки. Вот это хотелось бы сделать то, что нужно для детей. Вот это. Мы каждый год реконструируем 3-5 школьных стадионов. Мы в прошлом году, вот я просто забыл об этом сказать, в прошлом году мы 3 школьных стадиона реконструировали. 3 полностью. Да, и на следующий год мы, кстати, тоже планируем 3-5 стадионов. Вообще, за последние 3 года на обустройство стадионов и спортивных площадок в щебоксарских школах из бюджета города выделено более 40 миллионов рублей. Средства федерального бюджета составили 31 миллион рублей. В этом году при школах номер 10, 40 и 61 обустроили мини-футбольные поля с искусственным покрытием. Такое современное футбольное поле соответствует всем требованиям безопасности и может эксплуатироваться в любое время года. Кроме того, обустроены баскетбольные площадки в школе номер 48 и гимназии номер 4. Стоит отметить, что в Чебоксарах уже 3 года реализуется проект «Школьный двор моей мечты». Его задача – создать комфортную и благоустроенную среду для отдыха. Пилотной площадкой стала 27-я средняя школа. В реализацию проекта вложено около 3 миллионов рублей. Это не только установка малых архитектурных форм, но и создание новой велопарковки. Подумали и о безопасности. Установили камеры видеонаблюдения. Стадион огородили и сделали освещение. Территория нашей школы преобразовывается для того, чтобы все дети нашего микрорайона на нашей территории могли заниматься творчеством, оздоравливаться, заниматься спортом и различными другими делами. В этом году к проекту «Школьный двор моей мечты» присоединились еще три школы города. Это 10-я, 24-я и 40-я, а также дворец детского и юношеского творчества. Администрация района обещала помочь жителям Новоюжного в обустройстве их стадиона. И первым делом – решить судьбу старого заброшенного здания. Местные жители считают его зоной повышенной опасности. Здание не разгорело. В одной из программ мы уже рассказывали об этой проблеме. Надо уже определиться с будущим этого здания. Либо его под снос, либо каким-то образом они должны его благоустроить. На встрече не обошли стороной вопрос парковок. В ноябре в городе заработали платные парковки. Нововведения приняли не все автолюбители. Поэтому они нашли самый простой выход – оставлять свои машины во дворах. К нам теперь ни проехать, ни пройти. Утром выезжаем полчаса, заезжаем полчаса. Но когда город принимал такое решение, задумывались о жильцах дома? Забита стоянка вообще. У нас и так там глухой, тупиковый двор. И что нам делать? Мы смотрим опыт больших городов Питера, Москвы, Казани. Понятно, что есть всегда определенные сложности с установкой платных парковок. Но мы платные парковки делать будем. Менталитет людей, поверьте, изменится. Люди к этому должны привыкнуть. Сейчас просто на этих платных парковках пока еще никто не паркуется. Ну, все стараются не парковаться. Но, послушайте, пройдет там несколько месяцев, полгода, люди изменят свой подход. И вот я вас уверяю, Москва это прошла, Питер это прошел, Казань это прошла. То же самое. Люди сначала пошли во дворы, но потом же опять. То есть со дворов ушли, потому что во дворах тоже парковаться неудобно. И стали парковаться уже на платных парковках. Да, и стали нести определенные расходы. Но это практика всего цивилизованного мира. В Чебоксарах завершился последний этап программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. В нее вошли дома, которые признали аварийными до 2012 года. За пять лет в столице новое жилье получили более 6,5 тысяч человек. 83 тысячи квадратных метров аварийного жилья было ликвидировано. И, конечно, многие из тех, кто пришел на встречу, говорили о том, как живется на новом месте. Хочу выразить благодарность. Хочу выразить благодарность от лица лично себя, своей семьи по переселению ветхого жилья. Мы ждали 60 лет. Спасибо вам. И сейчас мы получили прекрасную квартиру. Было у нас 40 квадратов. Получили мы 63,1. Получили мы в Садовом. Довольно своей новой квартирой и Зоя Николаевна Чернова. Мы побывали у нее в гостях в начале октября, когда она только готовилась к переезду. В доме номер 57 по улице Щерса семья Зоя Николаевна жила более 55 лет. Рассказывает, что сначала топили торфом, затем установили газовое оборудование и канализацию. Но даже это уже не спасало дом от ветхости и разрушения. Вот здесь течет, колонки-то редко зажигаю, пользуюсь. Пока там открою, затопила соседку. Хорошо соседи-то, больно-то, не ругаются. Ладно, мол, все равно скоро переедем. В новой квартире квадрат больше. Сказали, что переплачивать не надо. Мы этому очень довольны. В старой квартире у Зоя Николаевна 48 квадратных метров, в новой – 53. Увеличение площади стало возможным за счет ресурсов, которые изыскала столичная администрация. Сделать это было нелегко. Пришлось менять типовые проекты, вести переговоры с подрядчиками, чтобы уложиться в выделенные федеральным бюджетом средства. Кстати, новое жилье расположено поблизости, буквально в соседнем дворе. Пенсионерка говорит, что квартира на втором этаже, и это ее тоже очень радует. Закипела жизнь и в микрорайоне Соленоя. Его уже немного успели обжить первые переселенцы по программе. Сюда въехали из аварийных бараков Любовь Алексеева и Нина-младшего. Квартира нам, конечно, очень понравилась. У нас там 30 было, а нам дали 46. 16 квадратных метров. Так что, ну, это хорошая квартира. А где жили до этого? Ну, в Богданке жили мы. Сначала не хотели идти. Ну, дети говорят, мам, ты что такая квартира хорошая? Иди, где ты еще возьмешь такую? И вот мы поехали сюда, приехали. В квартире все есть, все счетчики, и холодная, и горячая вода, и отопление. И можно прибавить, убавить. Там платили не по счетчикам, но на всю катушку за отопление. Там, правда, жарко было у нас в квартирах. Но платили по две с лишним тысячи только за 30 квадратных метров. С Фучеку переехали. С апреля месяца живем. Рядом Волга. Чистый воздух. Смотрим на Волгу, на пароходу. Самый главный вопрос у нас – магазинов нет и врача общей практики. Со временем все будет наладиться. На лучшее надеемся. Столичные власти обещают – со временем соляное превратится в комфортный микрорайон. На сегодня эта территория, возможно, вызывает какие-то вопросы по тому, можно ли там жить удобно, комфортно или некомфортно. Но наличие берега Волги и вид на Волгу – это все станет через некоторое время очень привлекать жителей. Я надеюсь и думаю, что будут разработаны хорошие, удачные проекты планировки территорий. Эта территория сейчас очень привлекательна для застройщиков и я думаю, что в ближайшее время очень бурно будет развиваться. Территория будет застраиваться частично многоэтажной и многоквартирной застройкой и малоэтажная индивидуальная жилая застройка. Процентное соотношение примерно 50 на 50. Многоэтажной и индивидуальной жилой застройки. Территория занимает площадь 51 гектар, численность населения 9200 жителей по расчетам получается. Значит, здесь будет построена школа, школа вместимостью 1100 учащихся, детского сада на 380 мест. Вся инфраструктура обслуживания, магазины, предприятия общественного питания, все, что необходимо по действующим нормативам, все это предусмотрено проектом планировки территории, проектом межевая территория. Между тем в Соленом появились тротуары, освещение, во дворе качели, карусели. А на спортивной площадке зимой обещали залить каток и открыть прокат коньков. В квартирах действительно тепло и уютно, в этом мы смогли убедиться лично. Когда Ольга Аркадьевна Приходько пригласила нас в гости. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Проходите. Вот теперь мы здесь живем, девушка Хан, давайте, проходите. Ну, переехали мы в июле месяце, ну, пока ремонт туда-сюда, вот именно кухню мы сделали, чтобы для себя уютно было. А так мы больше ремонт ничего не сделали. И балкон у нас и стеклили. Вот когда я, сразу мы переехали сюда, да, вот стала готовить, знаете, вот душа тянула сюда. Как будто мы здесь все время и жили. Сказать, что рады, значит ничего не сказать, признается Ольга Аркадьевна. По сравнению со старым жильем на южном поселке. Это двухкомнатная квартира, хоромы. Здесь теперь часто собираются гости. Благо, места всем хватает. Кто бы ни зашел сюда у нас, все говорят, ой, так хорошо у тебя, коридор такой большой. Я говорю, так все равно хорошо, конечно. Ну, не ожидал, что вот так вот нормально. Первый этаж вообще не хотела. Я сначала думаю, о, первый этаж, наверное, и пол будет холодный. Нет, и пол теплый. Та же, иногда, бываешь, босиком пройдешь, не холодно, нормально. Программа переселения из аварийного жилья завершена. Сейчас в российском правительстве разрабатываются новые механизмы ее дальнейшей реализации. Ведь в регионах еще осталось немало жилья такой категории. А это значит, что постепенно и столица Чувашии поменяет свой облик. И скоро замшелые бараки станут частью истории, сохранившейся лишь на фотографиях и любительском видео. Столичные власти обещают, что проект «Открытый город» будет работать и дальше. Традиционные встречи с жителями продолжатся. Это была программа «Открытый город». Я с вами прощаюсь. До встречи в любимом городе.